20 сентября начал свой благотворительно-пеший тур Александр Сухарев. Прямо из студии информационного партнера тура «Радио Минская волна» он отправился пешком по дорогам Минщины. Поддержим, конечно, потому что если не поддерживать благотворительные вещи, то извините, то как же жить дальше? Сухарев идет по Минской области. Вы знаете, это так интересно, что закончил в Красной Слободе, потому что для меня, например, само знакомство с Красной Слободой – это, вот вы говорите, ноу-хау, а я вам скажу, что для меня это потрясение, для меня это шок, потому что, правда, я просила так составить программу, чтобы он выступал в небольших поселениях, городках, потому что, ну, понятно, просто прийти, принести позитив людям, которые не очень часто встречаются со столичными артистами. А приезжаю сюда, звоню и говорю, какая же тут деревня, да тут же ж город. 200 километров дорог, 200 километров встреч и бесед с людьми, каждый вечер сольные концерты, 6 концертов за неделю. Солигорский композитор Александр Сухарев посетил Краеведческий музей, Музей открытого акционерного общества «Беларуськалий», побывал в Чижевичской свято-покровской церкви и в гимназии номер 3 города. И пешком отправился в направление городского поселка Красная Слобода, где и был обозначен конечный 200-километровый пункт благотворительного пешего тура. В октябре встречала Сухарева и съемочная группа Солигорского телевизионного канала. Пройдено, сейчас скажу, осталось 7, 192 километра. 192 километра с 20-го числа. В общем, 200 будет. Будет 200, будет 200. Вот в Красной Слободе сделаем 200. Даже если я приду и посмотрю, что 199, сделаю круг вокруг Слободы, чтобы было 200. По словам Александра Сухарева, главная задача его тура, для которого он написал новые песни и переосмыслил старые хиты, поблагодарить людей за труд и дать им волну позитива. Куда я зашел, где сейчас? Октябрь. И с сентября иду в октябрь. Может, так будет назван и новый альбом певца, кто знает. А пока в октябре встречают композитора цветами, слушают его песни. В Красной Слободе, конечном пункте 200-километровых дорог, дает шестой концерт Александр Сухарев, радуя людей гражданской лирикой. Подпевают, дарят цветы и приглашают еще не на одну встречу жителей Красной Слободы Александра Сухарева. Значит, нужны такие минуты позитива и, что самое главное, уважение к людям, живущим на земле и работающим на ней. Продолжение следует...